И последний. Вот я на фестивалях, которые проводятся здесь, в Охминске, чувствую себя этим героем. Приключение Шурика, в том смысле, что я выхожу и говорю, и я, 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 я это могу спеть, я это могу спеть. Потом не оставляет спеть то, что нужно. Первая песенка, её автор Глеб Агафонов. А вот что касается стихотворения, это, честно говоря, ни в одном сборнике Юрия Левитанского этого стихотворения я не нашёл. По Ангаре, да? Да, да. Я тоже искал. Вот Андрей искал. Мы с него поискали и не нашли. Другой, по разу там находились следы. Тем не менее, считается, что это ранний Юрий Левитанский по стихотворным предметам очень похоже. Тем более, что Левитанский после войны действительно жил в Иркутске. И жил он там до времени, славного времени борьбы с космополитизмом. Потому что, когда нужно было бороться с космополитами в Иркутске, то их там в должное количество не оказалось. И, конечно, все посмотрели на Левитанское и поняли, что главным космополитом Иркутска, видимо, будет корн. Начальник всех тогда иркутских писателей, а после начальник всех советских писателей Георгий Марков, тот, который вручал премии Леониду Ильичу Брежневу, он пожалел Левитанского, поскольку тоже был фронтовик, и сказал, так, Юра, взял вещи и быстро из Иркутска в Москву. Левитанский взял вещи, уехал быстро из Иркутска в Москву, а в Москве все роли космополитской уже были распределены. И он уцелел вот в этой кампании, хотя мог пострадать. Поэтому, в принципе, наличие такой песни, стихотворения в творчестве Левитанского, закономерно. За лето листоват, С летом снегопад, И с волкой застылать на горе. Как медленно плывет, Расталкивая лед, Последний теплоход По Гонкаре. Как медленно плывет, Расталкивая лед, Последний теплоход По Гонкаре. Осенняя печаль Теперь была печаль И в крови Посвякивать ведро И ждать до теплоты Когда пойдут плоды И листья Залопочутся на ведро И ждать до теплоты Когда пойдут плоды И листья Залопочутся на ведро Плывет Неясный блеск До тихий переплеск И ветром С теплого Залопочутся на ведро Донесет То тише То сильней У ближних Пристаней Звучит старинный лаз Осенний сон То тише То сильней У ближних Пристаней Звучит старинный лаз Осенний сон Зарит Листопад До следа Снегопад И смолка Застывает На краях Как медленно Плывет Расталкивая лед Последний Теплоход Панкарин Как медленно Плывет Расталкивая лед Последний Теплоход Панкарин Продолжение следует... Продолжение следует...